Вопрос. Я бы хотел подробно узнать о том, как совершается малое паломничество. Ответ. Хвала Аллаху. Поклонение будет принято Всевышним Аллахом только при выполнении двух условий. Первое. Оно выполняется искренне ради Аллаха, из желания удела в грядущей жизни, а не совершается ради показухи, ради достижения престижа или ради мирской жизни. Второе. Оно выполняется, следуя пути пророка, салаллаху алейхи вассалям, его словам и делам. А чтобы следовать пророку, салаллаху алейхи вассалям, необходимо знать его сунну, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому человек, желающий совершить какое-либо поклонение Всевышнему Аллаху, хаджи или умру, обязан узнать и обучиться пути пророка, салаллаху алейхи вассалям, чтобы поклонение соответствовало сунне. Здесь мы приведем описание малого паломничества так, как это упоминается в сунне. Малое паломничество состоит из четырех обрядов. Ихрам, обход вокруг каабы, таваф, ритуальный бег между софой и марвой, саи и избревание или укорачивание волос. Первый. Ихрам. Ихрам – это намерение совершить обряд паломничества, большого или малого. Если человек желает войти в состояние Ихрама, то в соответствии с сунной он снимает свою одежду, совершает полное омовение, гусль, и наносит самые лучшие благовония, какие у него есть, на волосы головы и бороды. Если следы благовония останутся и после вхождения в состояние Ихрам, то это не нарушит его. Об этом упоминается в хадисе от Аиши «Да будет доволен ею Аллах». Когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, желал войти в Ихрам, то он наносил лучшие благовония, которые находил. И после этого я видела блеск благовоний на его голове и бороде. Полное омовение перед вхождением в Ихрам является сунной и для мужчины, и для женщины, даже если у нее послеродовые кровотечения или менструации. Потому что пророк, салаллаху алейхи ва салям, велел Асмея бинт Умайс после родов совершить полное омовение, закрепить что-то из одежды для предотвращения выхода крови и войти в Ихрам. После совершения омовения и умощения себя благовониями, паломник облачается в одежду Ихрама и совершает обязательную молитву, если время ее настало. Если же нет, то намеревается совершить дополнительную молитву в два раката после малого омовения. Женщины с менструацией или послеродовым кровотечением молитву не совершают. После молитвы паломник поворачивается в сторону Каабы и намеревается войти в Ихрам. Вхождение в Ихрам, намерение войти в него, он может отложить до того, как сядет на верховое животное или автомобиль и подготовиться выдвинуться в путь. Он может вознамериться войти в Ихрам до того, как покинет Микад и направится в сторону Мекки. После он начинает говорить О Аллах, вот я перед тобой для совершения малого паломничества. А потом начинает произносить те слова от Альбии, которые произносил пророк, салаллаху алейхи вассалям. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил Вот я перед тобой, о истинный Бог. А Ибн Умар, произнося Тальбию, добавлял Мужчина говорит Тальбию громким голосом, потому что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Джибриль пришел ко мне и велел, чтобы я наказал своим сподвижникам и тем, кто со мной, повышать голоса во время произнесения Тальбии». Также на желательность произнесения слов Тальбии громким голосом указывает и другой хадис. Лучшие действия в паломничестве – это громкое произнесение слов Тальбии и пускание крови жертвенного животного. Женщина произносит Тальбию так, что ее слышит только находящийся рядом с ней. В случае, если рядом с ней находится мужчина, который махрамом для нее не является, она не произносит слова Тальбии вслух. Если паломник опасается, что что-либо может помешать ему закончить паломничество, например, болезнь, враг, заключение под стражу и другое, то при вхождении в ихрам он должен сказать «Ин хабасини хабисун, фамахилли хайثу хабастани» То есть, если что-либо задержит меня, например, болезнь, задержка в пути или иное, и я не смогу завершить паломничество, то я тут же выйду из состояния ихрама. Дубаа бинт Аз-Зубейр была больна и пожелала совершить паломничество. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел ей при вхождении в ихрам обусловить свое намерение и сказал «Твое условие действительно перед твоим Господом». Если паломник обусловил свое намерение, то при возникновении преграды или трудности, которая помешает ему закончить паломничество, он просто выходит из ихрама и не будет обязан совершать какие-либо искупающие действия. Если же человек не боится того, что он не сможет закончить паломничество, то ему не следует обуславливать свое намерение. Потому что пророк, салаллаху алейхи вассалям, не обуславливал и не велел обуславливать намерение каждому, а велел сделать это лишь Дубаа бин Тзубаир, так как она была больна. Паломнику следует увеличивать число произносимых им слов тальбии, особенно при смене времени и положения, например, при восхождении или при снижении во время движения, при приближении ночи или дня, и просить Аллаха после нее его довольство и рай, и прибегать к его милости от огня. Тальбия предписана шариатам при выполнении малого паломничества, омры. Произносить ее следует, начиная с вхождения в Ихрам и до начала обхода вокруг Каабы. Если человек начинает совершать обход, тавав, то тальбию он не произносит. Совершение полного омовения, гусль, при въезде в Мекку. Если есть возможность, то приблизившись к Мекке, паломник совершает полное омовение, так как пророк, салаллаху алейхи вассалям, при приближении к Мекке, совершил полное омовение. Второй обход вокруг Каабы, тавав. В заповедную мечеть, масжиду-ль-Харам, паломник входит с правой ноги, говоря, С именем Аллаха, мир и благословение посланнику Аллаха. О Аллах, прости мои грехи и открой для меня врата своего милосердия. Я прибегаю к великому Аллаху, к его благословенному лику и его предвечной власти от проклятого шайтана. Затем он подходит к черному камню, чтобы начать обход. Он касается его правой рукой и целует. Если он не может поцеловать его, то он касается его рукой и целует свою руку. Если он не может коснуться черного камня, то он поворачивается к нему лицом, указывает на него и возвеличивает Аллаха. Руку целовать не нужно. За касание черного камня человек получит большую награду, так как пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, поистине Аллаха живит черный камень в день воскрешения, и у него будут два глаза, которыми он станет взирать, и язык, которым он станет говорить, и он будет свидетельствовать в пользу каждого, кто прикоснулся к нему с истиной». Лучше всего не создавать давку, причиняя неудобства себе и людям. Ведь пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал Умару, «О Умар, ты сильный мужчина, не тесни людей, желая прикоснуться к камню, и не причиняй вреда слабым. Если будет свободно, то прикоснись к нему, если же нет, то обратись к нему лицом и возвеличь Аллаха». Затем паломник начинает обход вокруг Каабы, которая должна находиться по левую руку от совершающего обход. Когда паломник доходит до еменского угла, который будет третьим после угла с черным камнем, то он касается его рукой, но не целует и не произносит слова возвеличивания Аллаха. Если коснуться еменского угла не получается, то человек, совершающий обход, просто продолжает путь и не создает давки, пытаясь пробраться к нему. Проходя между еменским углом и черным камнем, следует сказать, «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне». Каждый раз, проходя мимо черного камня, паломник поворачивается лицом к камню и возвеличивает Аллаха, а во время оставшейся части обхода произносит те поминания Аллаха, мольбы и аяты, которые ему любы. Воистину, обход вокруг Каабы совершается для поминания Всевышнего Аллаха. Во время обхода мужчине следует совершить еще два действия. Первое. Мужчина с самого начала обхода и до его окончания обнажает свое правое плечо, помещая середину накидки ряда под правую подмышку, а конец ее перекинув на левое плечо. Закончив обход, паломник возвращает накидку ряда на прежнее место, закрывая правое плечо, так как оно обнажается только во время Тауафа. Второе. Первые три круга обхода от черного камня до черного камня, паломник проходит быстрыми маленькими шажками. Последние четыре круга обхода следует совершать обычным шагом. Когда паломник завершит седьмой круг, он прикрывает правое плечо, направляется к месту стояния Ибрагима и читает. «Изберите же место стояния Ибрагима местом моления». А после он становится так, чтобы место стояния Ибрагима было между ним и Каабой, и совершает около него молитву в два раката. В первом молитвенном цикле после суры Аль-Фатиха читается сура Аль-Каферун, а во втором Аль-Ихляс. По завершении молитвы он направляется к черному камню и касается его, если это возможно. Здесь предписывается только касание камня рукой. И если коснуться камня не представляется возможным, то он уходит и не указывает на него рукой. Третий – ритуальный бег – саи. После этого паломник направляется к месту ритуального бега. Когда он приблизится к холму Сафа, то следует прочитать воистину Ас-Сафа и Аль-Маруа – одни из обрядовых знамений Аллаха. А после говорит Мы начинаем с того, с чего начал Аллах. После этого он поднимается на холм Сафа, пока не увидит Каабу. Увидев ее, он поворачивается к ней лицом, поднимает руки, восхваляет Аллаха и произносит те мольбы, которые он желает. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, в этом месте произносил следующие мольбы. Нет божества, кроме Аллаха, одного, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть и надлежит хвала, и он властен над всем сущим. Нет божества, кроме Аллаха. Он выполнил свое обещание, помог своему рабу и в одиночку разбил враждебные племена. Паломник произносит эти слова три раза и обращается к Аллаху с мольбами в промежутках между ними. Произносит вышеупомянутое поминание Аллаха, а после обращается с мольбами к Аллаху. Произносит поминание во второй раз, а после вновь молит Аллаха. А потом произносит вышеупомянутое поминание Аллаха в третий раз и спускается к холму Маруа, не обращаясь к Аллаху после третьего поминания. Доходя до зеленой отметки, паломник начинает быстро, по мере своих возможностей, бежать. При этом он не должен никому мешать. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Аль-Абтах» следует преодолевать быстро, бегом. «Аль-Абтах» – это расстояние между двумя зелеными отметками, которые есть сейчас. Достигнув второй зеленой отметки, паломник идет обычным шагом, пока не достигнет холма Марва. Он поднимается на него и совершает здесь то же, что и на холме Сафа. Обращается лицом к Абе, поднимает руки и говорит то же, что и на холме Сафа. После этого он спускается с холма Марва и поднимается на Сафа, проходя где нужно шагом, а где необходимо переходя на бег. Дойдя до холма Сафа, он вновь повторяет действия, что делал здесь в первый раз, а после тоже на холме Марва, пока не закончит все семь раз. При этом прохождение от холма Сафа до холма Марва считается за один раз, а возврат от холма Марва до холма Сафа – за второй. Во время своего ритуального бега паломник может говорить любые понравившиеся ему поминания Аллаха, мольбы и читать аяты Корана. Важное примечание. Слова Аллаха, воистину Ас-Сафа и Аль-Марва – одни из обрядовых знамений Аллаха, паломник произносит только тогда, когда желает совершить ритуальный бег, сай, и приближается к холму Сафа в самом начале обряда. Нежелательно повторять этот аят при каждом приближении к Сафа и Марва, как это делают некоторые люди. Четвертый. Сбривание волос головы или укорачивание их. Закончив семикратный ритуальный бег, паломник-мужчина сбривает волосы на своей голове или укорачивает их. Брытье должно охватывать волосы на всей голове. Укоротить волосы также необходимо на всей голове. Лучше сбрить волосы, потому что пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой за тех, кто сбрил волосы трижды, а за тех, кто укоротил волосы, только один раз. Что касается паломницы, то она только укорачивает все свои волосы на длину, равную фаланге пальца. Таким образом, паломник завершает обряды своего малого паломничества – ихрам, таваф, сай, избривание или укорачивание волос. Просим Всевышнего Аллаха помочь нам совершать праведные дела и принять их от нас, воистину он близок и отвечает на мольбы. Более подробную информацию вы можете получить из книги «Манасик уль-Хаджи валь-Умра» «Аль-Альбани», книги «Сыфат уль-Хаджи валь-Умра» и книги «Аль-Манхаджу лимури лил-Умрати валь-Хадж» ибн Усеймина «Да помилует Аллах их всех». Продолжение следует...